Добрый день, друзья! Приехала обновленная модель Leeko 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 3i Edition Это модель для китайского рынка X651 Она прошита под европейскую версию Здесь стоит европейская прошивка Поставляется вот в такой коробочке И комплектация, что внутри Сам смартфон Зарядное устройство поддерживающее Быструю зарядку Переходничок к нему Вот наши вилки Скрепочка для извлечения символотков Инструкции, макулатура Это наклейки на камеру На заднюю Сюда Разъем USB Micro USB Type-C И переходничок Micro USB Type-C Под 3.5 jack Ну, соответственно, вы уже догадались, что Радио В данном смартфоне отсутствует Сам смартфон Цена смартфона В районе 150 долларов И что за эти 150 долларов Мы можем купить Диоргиналь экрана Здесь 5.5 дюймов Матрица стоит IPS VGS Full HD 1920 на 1080 точек И прикрыто стеклом Gorilla Glass 3 Пару фотографий посмотрим Красные розы Нижняя клавиша тоже подсветка Подсветка такая белая, но довольно Тускововатая На клавиши Меню и назад Можно настроить При длительном нажатии Нажатии Те или иные действия Например, я вот на клавишу Назад Настроил включение фонарик Фонарик выключился тоже Длительное нажатие И фонарик выключился Задник выполнен из металла Сверху и снизу Такие очень красиво сделанные Оригинальные Пластиковые вставочки Также тут сканер отпечатка пальцев Две камеры Камеры здесь Одинаковые От Sony MX258 На 13 мегапикселей Одна цветная Одна черно-белая И передняя камера 8 мегапиксельная От OmniVision Апертура 2.2 Широкоугольный объектив Позволяет записывать видео HD С частотой 120 кадров в секунду Двойная вспышка Светодиодная Снизу у нас USB Type-C Справа динамик Слева микрофон Справа Качелька включения Кнопочка включения Качелька регулировки громкости Второй микрофон Пульт Инфракрасный Для управления Бытовой техникой При помощи встроенного Фирменного приложения Дистанционное управление Ну и на левом торце Слот Под Сим-карточки Оперативной памяти 4 гигабайта Формат LPDDR3800 Samsung Глубовская Внутренней памяти 32 гигабайта И Расширить мы ее не сможем Потому что Лоток для Лотки Только Предусмотрена установка Двух сим-карт Формата Nano Ну 32 гигабайта В принципе нормально А при желании Если что-то Надо поставить Какие-то игры Там я Не знаю Может Какую-то Высокоемкую Программу Свою какую-то Еще что-то Телефон поддерживает Вот TG Берем флешку Подключаем К смартфону И Внешне USB накопили Готов к использованию Изменить память Для записи По умолчанию То есть мы Можем Изменить память По умолчанию И Работать С внешней Флешкой Соответственно Батарея На 4000 мАч И все это У нас В компактном корпусе Толщина всего 7,5 мм Высота 152,4 мм Ширина 75,1 мм И вес 164 грамма Процессор Здесь стоит Helio X23 Немножко разогнутый Helio X20 4-битный процессор По техпроцессу 64-битный По техпроцессу 20 нанометров 10-ядерный Здесь Три кластера Самые производительные Два ядра Cortex-A72 2300 мегагерц Ну и два кластера По 4 ядра Cortex-A53 По 1850 мегагерц Процессор Конца 2016 года И по Производительности Он сопоставим С процессором Вот Qualcomm Snapdragon 625 Графика За графику Отвечает У нас Mali Т880 Четырехъядерный MP4 В Antutu В Antutu У нас Смартфон Набирает Шикарные Показания 90 1380 Попугаев Отличный Шикарный Результат Так Что у нас Еще Тут Можем Посмотреть Multitouch 10 Касаний Датчики 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 Отличный набор Датчиков Очень же Хороший Набор То есть Основные Есть Датчик освещения Датчик приближения Есть Помимо этого Акселерометр Отдельно Гироскоп Компас Датчик Хола То есть Мы можем Докупить Сюда Вот Такого Плана Чехол С крышкой И у нас При Открытии Закрытии Крышки Будет Блокироваться Разблокироваться Экран Даже Шагомер Есть Первоцерванная Система Здесь Стоит Android Версия 6.0 GPS С поддержкой АGPS В том числе Байду И Глонас В инженерное Меню Можем Дойти За эти Двумя Способами Набрать В звонилке Комбинацию Соответствующую Я сброшу Под Видео Можем Через Девайс Инфо Дополнительное И Инженерное Меню Инженерное Меню Коннективити Телефоны Что Нас Интересует Бэнд Бэнд Моды Практически Поддерживается Много Частот И 2G 3G 4G Причем 4G Бэнд Бэнд 1 Бэнд 3 Бэнд 7 Бэнд 20 Не Поддерживается Ну и ТДАй 38 39 41 Частота Ладно Это кому Если Надо Дальше Блютуз Поддерживается Версии 4.2 Wi-Fi Это у нас Не туда зашел Сейчас Секунду Wi-Fi Это у нас Возле роутера Непосредственно Это в следующей комнате Через стенку Уровень сигнала И это Через две стенки Уровень сигнала Фото и видео возможности Две Основные камеры Sony IMX 258 Sony Как я уже говорил Они Делают Очень неплохие снимки Для сравнения Сейчас Я Сделал Все то же самое На своем Galaxy J7 Все то же самое Ну и как по мне, то баланс белого, по-моему, лучше у Leica Хотя тут еще экраны разные Здесь super AMOLED Можно какие-то искажения Но при увеличении картинки На максимум Обратите внимание, какие шумы на Samsung И как четко на Leica Контуры Листьев Все-таки как бы Камера у Leica Получше, чем у моего Samsung Ну еще сейчас посмотрим Пару картинок, пару видео Видео может снимать В том числе и замедленное И В том числе и 4K видео с частотой 30 кадров в секунду Апертура у камер 2.0 Как видите, результат Очень даже неплохой Белое-белое И Нет таких шумов, как на Samsung На фото Замедленное видео Смартфон снимает В формате В формате HD 1280 на 720 Смотрим Качество картинки Шикарное Ну и обычное видео Здесь съемка идет Full HD Давай еще Голубей Попугай чуть-чуть И все Поехали Партура Что касается звука Телефон Поддержим Поддержим Dolby Atmos Atmos Сейчас послушаем Заодно Запустим 4K видео Послушаем На качество звука Ну и Также Стандарт CDLA Поддержит На цифровые наушники В принципе если вот Слушать Звук в наушниках То лучше Конечно докупить Такие наушники Тогда Звук Просто Меняется Звук Звук Не громкий Но Качественный Кстати проверим Наличие Индикатора событий Берем свое Зарядное Универсальное Устройство Да Да Вот У нас Загорается Светодиод Наш Индикатор Событий Сейчас Ближе Снимаем Сейчас горит Желтеньким Цветом World of Tanks Графика Поставлена Автоматом На среднее На выезде Выехали Тут Одна Локация Битва У нас идет Так Чтобы было видно Количество кадров 48 FPS И Здесь 56 FPS Нажав клавишу Меню Мы видим Все запущенные Приложения Можем Либо по одному Их С лайпом Вверх Убрать Либо нажать Доступно Столько-то Гигабайт И просто Их Удалить Сверху У нас Открывается Шторка Но здесь Не шторка Быстрого доступа А это Шторка Уведомлений То есть Как бы Долго Быстрого доступа Здесь нет Оболочка Кстати Здесь стоит Фирменная Вот Лека Есть интересная Программа По софту Это Шагомер Сейчас я Ходить Конечно Не буду Но И давайте Проверим Обновление Ваша версия Является Актуальной Ну и давайте Посмотрим Что у нас Батарея Перед записью Видео Батарея Была Заряжена До 100% И 83% То есть То есть 17% За какое тут Время 47 минут 39 секунд Таким образом Нам Говорят Что Батарея Нам хватит Еще На 9 часов При таком Активном Использовании Батареи Должно Хватить На день Использования Ну и в целом Несмотря на Некоторые Минусы Ну хотя Допустим Кому-то Отсутствие 3,5 мм Джека Это Минус Кому-то Или Отсутствие Радио Я Например Не понимаю Этого То есть Копеечное Радио Не знаю 3,5 мм Все идут Как За Эпл Как Да Нет NFC Но В этой Ценовой Категории Ну как бы NFC И Не во всех Спортфонах Есть Зато Есть Инфракрасный Порт И По сути Остальных Таких Недостатков Я Реально Не заметил Ну и Здесь Нам еще Обещан Искусственный Интеллект Судя По Названию Давайте Посмотрим Что Он Нам Скажет По При Выключении Проводить В ней Чтобы Отключить Питание Да Я становлюсь Умнее С каждым Днем Умнее Умнее Умнее